МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Дмитрий Машкин, заместитель руководителя направления «Волонтёрская помощь в медицинских организациях Кировского регионального отделения организации «Волонтёры-медики». Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Так, ну, в преддверии, можно сказать, профессионального праздника собираемся. Я не знаю, применим ли словосочетание «профессиональный праздник» к волонтёрам, который всё-таки, ну, как бы это, наверное, не столько профессия, сколько всё-таки призвание, да? 5 декабря отмечается Международный день волонтёра, и в России этот праздник отмечают уже четвёртый год подряд. Четвёртый год, да, с 2017-го. И к этому, к этой дате приурочено несколько мероприятий, в том числе и наших, там, да, региональных, и всероссийских. Поэтому мы вот сегодня не только с Натальей встречаемся, но и представляем людей, которые в полях, что называется, работают, да, и организуют эту работу и с пожилыми людьми, и с пациентами, и с врачами. И этот год, конечно, стал, наверное, очень напряжённым для волонтёров в том числе. Как вы справляетесь? Справляемся. Судя по молчанию, тяжело. Нет, я бы, наверное, хотела сказать о том, что праздник всё-таки для нас он профессиональный, потому что мы уже, ну, вот лично я, да, занимаюсь волонтёрством с профессиональной точки зрения, да, поэтому я воспринимаю это вот как такой... Профессиональный праздник. Да, да, то есть это очень важный, нужный, нужная дата, которая позволяет нам... Это в конце года, да, и мы можем подвести итоги и наградить волонтёров, которые работали в течение года, и этот год выдался особенно, да, таким ударным в этом плане. Ну, можно вообще сказать, что вот этот год, он вывел волонтёрство, не знаю, на какой-то другой уровень, ну, то есть и узнавание, да, то, что люди вообще, в принципе, узнали о том, что есть такие люди, есть такое движение, чем люди эти занимаются, да, и включая вновь прибывших к вам людей. Буквально вчера прошла пресс-конференция, федеральная пресс-конференция, там выступали и руководители Росмолодёжи, и ассоциации волонтёрских центров, и различные люди, которые находятся на высоких должностях в сфере, да, молодёжной политики в том числе. И было сказано о том, что этот год, он на самом деле такой, как бы, несмотря на то, что достаточно тяжёлый, да, но прорывной, потому что у волонтёров степень доверия населения к волонтёрам по последним опросам... Опросам? Опросам, да. 90%. То есть население доверяет волонтёрам, и это те люди, которые помогают, да, в сложной ситуации жизненной. Увеличилось количество волонтёров, зарегистрированных на нашем основном и главном сайте, это добро.ру. Увеличилось количество участников всероссийского конкурса «Добровольство России». То есть вот как бы люди сплотились, люди неравнодушные, увидели, что нужна их помощь, и начали помогать, и узнавать, как и чем можно помочь, и это самое главное. Ну, а у нас было ли такое, я не знаю, что люди приходят помогать там, да, людям, ну, условно, я не знаю, как назвать, в общем, всё, что связано с коронавирусом, да, в одну корзинку, но потом остаются на какие-то другие проекты, присоединяются к каким-то другим вещам. Ну, да, конечно, и это, как бы, такая история, я надеюсь, долгоиграющая в плане в том, что люди поняли, что они могут быть, да, то есть они попробовали, они втянулись, так скажем, да, они поняли, что они могут проявлять свои там человеческие какие-то качества, да, оказывать помощь тем, кто нуждается, и продолжат это делать уже после, но мы узнаем это чуть позднее, когда всё закончится с... Закончится коронавирусом. Да. Ну, я надеюсь, что так и случится, причём очень важно, что вырос возраст волонтёров, включённых в эту деятельность, но Дмитрий не даст мне соврать, что очень много взрослых людей, которые уже работают, там, состоявшиеся люди, да, они включились в работу по акции «Мы вместе», и также точно наравне со студентами ездят и выполняют заявки, которые приходят на горячую линию. То есть возраст волонтёра, средний возраст волонтёра, он вырос, и это очень радует. Да, Дмитрий, ну давайте тогда про акцию мы вместе вот поговорим. Я, насколько понимаю, послезавтра, да, будет награждение наших волонтёров кировских, кто работал с пациентами с коронавирусом, с врачами помогал в первую ещё волну вот эту, да, коронакризиса, весной и летом. Как меняется ситуация вообще вот? Ну, когда всё это началось, никто, конечно, не предполагал, что это затянется на год, да? Да. Может быть, думали там, ну, неделя, ну, две, ну, три, ну, обойдётся, подумаешь, продукты поносить месяц там людям, которые на самоизоляции сидят, а вылилось вот во что. Да, на самом деле, вы очень правильно сказали, что никто и не мог предположить, что это будет длиться месяцами, но, тем не менее... Самый разный вариант, но давай будет спасать учитель французского. Я говорю, ну, это очень странно, спасибо. Это не длиться к нам федеральный эфир почему-то. Да, тем не менее, обстановка не позволяет нам сейчас оставить наших людей без помощи, поэтому мы продолжаем активно наращивать свои позиции, мы продолжаем искать новых волонтёров, которые жаждут помощи как нашему населению города и области, так и медицинским работникам. Ну вот смотрите, я сейчас просто буквально вот с сайта администрации города, цитирую новость, да, требуются волонтёры, то есть предлагают кировчанам присоединиться как раз к акции «Мы вместе». Говорят, что на весь город сейчас только 40 добровольцев. Люди требуются зачем? Понятно, для доставки продуктов и лекарств тем людям, пожилым там, да, кировчанам, которые не могут выходить из дома, на самоизоляции сидят, людям, которые лечатся дома амбулаторно, да, и тем пациентам, которых надолечивание, что называется, из больницы уже из стационара выписали, вот они дома, они ещё не могут выходить ни в магазин, ни в аптеку. Нужно развозить им продукты и лекарства. 40 человек в городе сейчас. Этого достаточно? Нет, конечно, этого недостаточно, так как с каждым днём у нас добавляются направления работы, мы расширяем тот круг лиц, которым мы помогаем в рамках проекта «Мы вместе». Поэтому волонтёры нужны всегда, везде, я думаю. Ищем всех, кто хочет помочь нам и жителям города. Дмитрий, а я правильно понимаю, что вот это 40 добровольцев, это те, кто активно работает, но есть ещё люди, которые там, может быть, эпизодически появляются, да, на какое-то время потом пропадают? Да, конечно, на самом деле неравнодушных людей у нас больше. У нас есть волонтёры в каждом районе Кировской области. Они также помогают нам в выполнении заявок в районных центрах и в отдалённых сёлах, деревнях. Но, тем не менее, тот вот костяк нашего штаба, который занимается помощью, он составляет примерно 40 волонтёров, которые прям вот активно занимаются этим вопросом. Да, на сайте на сегодняшний день зарегистрировано более 200 человек, которые помогают по всему региону. На самом деле, да, те, кто постоянно там каждый день выполняет заявки, ну, это вот, да, 40 человек, но... А регистрация на сайте это обязательное условие или нет? Или можно просто позвонить и сказать, что вот у меня тут неделя отпуска выдалась внезапно? Это обязательное условие. Зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Там же, ну, то есть мы получаем контакт на данные, штаб связывается с волонтёрами, проводит обязательно обучение, то есть волонтёры должны просмотреть видеокурс, и уже, когда они выходят на заявку, ребята в штабе их инструктируют по правилам поведения и, естественно, сохранению безопасности и волонтёра, и заявителя. То есть все волонтёры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке, да, и тут, это обязательное условие регистрации на сайте. Но это вот мы говорим сейчас про тех волонтёров, которые работают как раз вот эта акция «Мы вместе», да? Да-да-да, это для, именно по акции «Мы вместе», которая носит продукты, лекарства. Ну, хочется отметить, что хочется, вот вы озвучили цифру, да, хочется призвать людей вообще, чтобы включались, потому что я вот волонтёр, хоть и там волонтёр победы, да, но я включился и в эту акцию, и после работы, как Наташа и сказала, да, что возраст волонтёрства повышается, после работы выполняю какие-то заявки. Да, заявок я беру немного каждый день, но у меня есть, например, постоянный клиент, так можно сказать, да, благополучатель, бабушка, которая каждый понедельник звонит и говорит, «Антон, я подала заявку, я хочу, чтобы ты пришёл ко мне сегодня и принёс продукты». Вот, то есть выполнить заявку несложно и не надо бояться того, что от вас потребуется какая-то уйма времени, но доставку продуктов уходит, ну, час, час на то, чтобы их закупить, принести. Вот, чаще всего я беру заявки, конечно, там, где я проживаю. Ну, в своём районе. Закрываю те районы. Вечером это сделать очень легко, я иногда даже хожу, то есть, на прогулку с ребёнком. То есть призываю всех хотя бы одну заявку выполнять, там, например, в неделю. Вот инструктаж, да, чему учат волонтёров, то есть какие есть особенности, что нужно учитывать? Ну, на инструктаже обязательно указывают волонтёрам те меры безопасности, которые нужно предпринять, чтобы снизить риск, потому что, на самом деле, мы не знаем, кому мы идём на адрес, больной человек или не больной, поставлен у него диагноз, потому что предупреждают, к сожалению, об этом у нас не все заявители, что у них поставлен тот или иной диагноз. Поэтому мы рассказываем ребятам, какие меры нужно предпринять, как себя обезопасить, как использовать правильно средства защиты, потому что ту же медицинскую маску порой многие носят совершенно неправильно, а это важно, чтобы она выполняла свои защитные функции. И в этом заключается инструктаж. Также говорим об особенностях работы с пожилыми людьми, что лучше сделать, чего, наоборот, не стоит делать при общении с пожилыми людьми. А чего не стоит делать? Ну, обниматься, понятно, не стоит. Да, конечно, есть особенности общения, то есть мы все понимаем, что это пожилые люди, многие из них болеют, то, что нужно особенно корректно с ними обращаться. Насколько вот приветствуется некая, я не знаю, вовлеченность в процесс, то есть насколько близко нужно идти на контакт с человеком? Ну, я не имею в виду, да, там какие-то обнимания, а вообще, ну, то есть сам факт. По сути, да, ведь это же незнакомый человек, насколько нужно вот становиться для него близким, или ты просто волонтер, который... Пришел сумочку поставил и ушел. Ну, мне кажется, это от людей зависит, то есть понятно, что... У вас нет каких-то рекомендаций? Ну, пожилые люди такие, они общительные, некоторым хочется пообщаться, да, и, естественно, там спрашивают, я знаю, что были случаи, там, обязательно там позовут в дом, там, да, чаем напоить, как бы, там, пирожком накормить, но это запрещено правилами, естественно, волонтеры, как бы, ну, не заходят. Они, в принципе, не должны заходить в квартиру, это все происходит вот там... В подъезде. Ну, да, там, либо на ручку двери вешают, и так далее, да, то есть такой контакт, он, как бы, ну, невозможен в данной ситуации, но, конечно же, мы надеемся на то, что эта работа, она нас приведет к тому, что за каждым ветераном, да, и это уже... По жилым человекам. По жилым человекам. По жилым человекам, это уже, как бы, в процессе, то есть такое наследие всероссийской акции «Мы вместе» — это клуб друзей, так скажем, да, «Мы вместе», то есть когда закончится вот эта вот вся история там с горячей линией, все будут здоровы, работа не закончится, да, и все люди, все организации, которые так или иначе принимали участие «Мы вместе» и захотят продолжить эту работу, будут объединены, уже сейчас, как бы, объединены в клуб «Мы вместе», и будут несколько проектов по направлениям деятельности, это психологическая помощь, это вот как раз-таки работа с ветеранами и пожилыми людьми, и за, как бы, в перспективе, так скажем, да, за каждым ветераном, за каждым пожилым человеком планируется закрепить... Ну, постоянного куратора. ...постоянного такого, да, человека, волонтера, который бы там с какой-то периодичностью, там, раз в две недели, например, да, интересовался делами, спрашивал, чем нужно помочь, оказывал какую-то посильную помощь, и тем самым, да, вот, оказывал такую волонтерскую поддержку и общение. Ну, вот у волонтеров Победы сейчас запущен всероссийский проект, который называется «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». Первое — это, конечно же, вручение телефона. Вот, они об этом событии говорят везде, на федеральном уровне, у нас в регионе. Мы начали вручать телефоны, вот, с бесплатной мобильной связью. И в дальнейшем мы пытаемся закрепить как раз волонтера, который бы раз в две недели отзванивался, приходил к ветерану и помогал ему. Вот, но, наверное, стоит отметить, что вот заявки, да, на «Мы вместе», если брать там, ветеранов очень мало, потому что ветераны чаще всего за ними все равно... Присмотр какой-то есть. Есть родственники. Даже вот сейчас, вручая там телефоны, мы связываемся не с соцработником, да, с каким-то, и не с самим непосредственно ветераном, а встречаемся непосредственно сначала с их родственниками. Ветераны — это мы говорим о ветеранах Великой Отечественной войны, в первую очередь. Мы говорим, сейчас вот вручение телефонов идёт участникам и инвалидам. То есть это не ветераны, которые труженики тыла, не те, кто был в концлагерях. То есть вот эта категория. Это люди уже достаточно взрослые, люди, да, уже преклонный возраст совсем. Но есть очень, там, приходишь к 95-летнему... Очень бодрые. Очень бодрые, очень интересно рассказывают, всё помнят. Ну, конечно, разные, разные. Так, а если мы говорим не о пожилых людях, вообще вот волонтёры-медики ведь занимаются не только помощью пожилым, да, пациентам и там людям на самоизоляции, но вы идти врачам помогаете, насколько я понимаю. Да, конечно. Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» — это движение, которое создано именно из студентов-медиков, которые призваны помогать как медицинским работникам, так и населению. У нас есть шесть основных направлений деятельности. Это, например, помощь медицинскому персоналу в больницах, это санитарно-профилактическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда, популяризация кадрового донорства, как крови, так и костного мозга. Также у нас есть специальные программы для школьников, для профориентации. У нас созданы школьные отряды в области. И в рамках Всероссийского движения также существуют различные спецпроекты. Например, в Кировской области самый большой известный проект стартовал в 2019 году и активно проходил этот проект «Дружина здоровья», когда при содействии Министерства здравоохранения и правительства Кировской области мы выезжали в отдалённое сёло, где нет даже порой фельдшерско-акушерских пунктов, где нет медиков, куда медики доезжают очень редко. Мы выезжали туда, проводили анкетирование своими силами, мы проводили первичное какое-то обследование с целью выявления групп риска и тех людей, на которых нужно обратить внимание, потому что, несмотря на то, что отдалённые районы, всё равно людям нужна помощь, особенно медицинская. В этом году, учитывая ситуацию всю сложившуюся, вы всё-таки больше на коронавирусе сосредоточились или нет? Конечно же, поскольку мы волонтёры, всё-таки медики, мы не смогли остаться в стороне помощи во время пандемии, но, тем не менее, мы продолжаем деятельность и в рамках своих направлений, то есть мы ведём и ту работу, и другую одновременно. Если про пандемию говорить, помимо того, что вы к пациентам выезжаете, ну вот с доставкой продуктов или доставкой лекарств, чем вы ещё занимаетесь? Мы просто вот с Натальей некоторое время назад говорили о помощи врачам, вот доставка врачей, чтобы они не ногами ходили, условно, из поликлиники на вызовы, а можно было их как-то на машинах доставлять. Пока этот вопрос, как я понимаю, не решён в официальном порядке, но в частном порядке работает или нет? Ну, тут уже зависит от волонтёров. У нас есть волонтёры на своих автомобилях, если у них есть желание, они помогают в этом вопросе. То есть это не запрещено? Это не запрещено, но... Но есть сложности, как я понимаю. Возможности определённо, то есть автомобиль нужно обрабатывать. Даже обычный автомобиль нет. Даже обычный автомобиль, который возит, например, врачей, после каждой поездки его нужно обрабатывать, и основная сложность возникает в этом. А школьников вы упоминали, школьники у вас чем занимаются? Школьники у нас занимаются точно так же. Есть специальный проект, по которому школьники проходят определённое обучение, и после этого обучения они также могут помогать, создавая отряды в учреждениях лечебных. То есть это поликлиники. У нас с Кировским клиникодиагностическим центром заключено соглашение, и там школьники могут помогать в первичном звене, в поликлиниках, например, для того, чтобы проводить тоже анкетирование, термометрию, какое-то мероприятие, направленное на санитарное просвещение. В принципе, с этим сможет справиться любой человек, пройдя определённое обучение. Но это ещё какая-то история про профориентацию. Да, конечно. То есть изначально, когда создавалось это направление, оно было в основном направлено как раз на профориентацию школьников в медицину. То есть организовывались различные мероприятия, встречи с докторами, различные мероприятия на базе Кировского медицинского университета, чтобы наши школьники познали на своём примере, каково это быть студентом-медиком, каково это окунуться в сферу медицины. Если говорить о том, каково это, да, вот эти вот дружины здоровья, которые ездили по районам области, и, ну, мне кажется, если ты работаешь, живёшь, ну, вот, в городе, там, достаточно большом, как Киров, для тебя вот такая вот заброска в район, где люди по-прежнему там живут с печным отоплением, и ты единственный специалист-медик, которого они видели, я не знаю, там, за последние несколько лет. Это мотивирует людей работать, или люди говорят, ого, боже мой. А если меня сошлют сюда, да, как Булгакова когда-то. Но на самом деле волонтёрство — это такая история, которая позволяет и увидеть жизнь, да, и то, что вокруг тебя происходит, то есть такой, так, расширить, так скажем, да, взгляд, и попробовать много разных вариантов деятельности, так скажем, да, и понять, что вот это мне подходит, этим я буду заниматься, это как бы я попробовал, да, я могу это делать, но мне не приносит это удовольствие, допустим, да. И поэтому так много работы со школьниками, ведь каждое волонтёрское движение, особенно всероссийское, да, то есть это обязательная история работы со школьниками, то есть не только там, да, выполнение каких-то, реализация акций, но и работа именно в школах, проведение различных там интерактивных мастер-классов, квестов и так далее, да, для того, чтобы школьники уже, ну, вот с детством, да, можно было попробовать, понять и найти себя там, да, в какой-то, в каком-то виде деятельности. И волонтёрство в этом плане очень, я считаю, такой незаменимая деятельность, когда можно из профессии определиться, и друзей себе найти, и связи какие-то получить, да, там в различных структурах и организациях, да, что также может помочь в будущем. И, в общем, много-много всего, что и мотивирует к работе, к деятельности такой. Ну, это если говорить, да, вот тот вопрос, который Аня задавала по поводу профессионального праздника, да, насколько это профессия. А есть ли люди, кто, и, ну, для кого это ступенька, да, для, не знаю, вот я здесь вот сейчас поработаю в Кировской области, а вот цель у меня там, не знаю, Красный крест. Да, ну, у меня есть пример коллеги, так скажем, да, она работала и в Иркутской области, там, причем даже не в Иркутске, в самом... В области именно. Да, именно в области, потом она работала в Иркутском Красном кресте, как раз я почему-то про нее вспомнила. И сейчас это человек, который возглавляет один из отделов Министерства экономического развития Российской Федерации. То есть через волонтерство, через вот как бы... То есть это кадровый лифт? Нет, абсолютно, это лифт, который можно использовать в различных направлениях. То есть она там в НКО поработала, и такая большая у нее тут трудовая история, так скажем. Например, я тоже из обычного волонтера, проработав много лет в некоммерческой организации, да, на сегодняшний день вот пришла к тому, что являюсь руководителем ресурсного центра, да, там коллеги мои тоже сегодня представляют. То есть из обычных волонтеров, да, вырастают и становятся руководителями направлений. И как бы пути-то не закрыты, то есть там идти выше можно, и это как бы вполне себе реально. И не только через большие организации всероссийские, точно так же и маленькие организации наши региональные дают очень большую мотивацию к тому, что действовать, действовать, действовать и приходить к чему-то к новому. Вот. Реклама у нас, да. Перерыв полтора минуты и вернемся. Наталья Новикова, Антон Рязанов, Дмитрий Машкин в нашей студии. Говорим о волонтерстве. 5 декабря, Международный день волонтеров, мы сегодня с представителями двух направлений, да, общаемся, Дмитрий это волонтеры-медики, Антон это волонтеры-победы. Про волонтеров-победы мы еще не сказали, ну, то есть понятно, да, что во время коронавируса все, наверное, что называется, вышли на фронт. Мы тут посравнивали мирное время с текущей ситуацией, вот. А в обычной жизни, в мирное время, чем волонтеры-победы занимаются, Антон? Ну, основная цель вообще волонтеров-победы, это сохранение исторической памяти, конечно же, и помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вот. Но со следующего года было принято решение, волонтерам-победы в этом году исполнилось 5 лет, 28 октября, вот. Вот, было принято решение, что будут другую немножко категорию брать, то есть волонтеры-победы будут помогать и участникам локальных войн. Это было уже в каких-то проектах, но вот это новые участники, новые благополучатели, так можно сказать, волонтеров-победы будут. Каким образом идет сохранение как раз исторической памяти? Через проекты, акции, различные мероприятия, которые устраиваются как в памятные даты, которые, все мы знаем, это 23 февраля, день героев Отечества, 22 июня, день памяти и скорби. И, конечно же, 9 мая без волонтеров-победы не обходится ни один парад, не обходится акция «Бессмертный полк». Как раз они являются основными помощниками, соорганизаторами, так можно сказать. Вот основная деятельность это и это. Ну и я уже рассказывал о помощи ветеранам, конечно же. Вот. Благоустройство памятников, каких-то памятных мест. Выходим мы и на кладбище, то есть прибираем могилы, те, которые, например, остались уже бесхозными, у них нет, например, родственников. Ну видно, что там много его есть, у них уже пожилые не могут быть. Вы сами ищите вот эти вот точки какие-то болезненные? Иногда, да. Иногда есть запросы, то есть приходим на кладбище, видим, что могила там погиб тогда-то. То есть вот таким вот образом. А как решаются какие-то финансовые вопросы? Потому что одно дело сходить, купить кому-то продукты, другое дело отремонтировать какой-то обелиск. Это всё равно требует денег. Ну смотрите, не всегда говорится речь о том, чтобы его отремонтировать полностью, но хотя бы прибрать, чтобы было убрать траву, чтобы он не был заросшим. То есть вот таким вот образом. Конечно, здесь подключается администрация населённых пунктов. То есть если это, мы говорим о памятниках, обелисках, то есть есть реестр этих памятных мест, и в принципе это обязанность администрации сохранять их в надлежащем виде. Конечно, волонтёры могут помочь там что-то сделать, прибрать территорию, благоустроить, так скажем. Но вот там отремонтировать такой обелиск. Либо привлекаются спонсоры, либо это всё-таки во взаимодействии с администрациями населённых пунктов этот вопрос решается. Насколько вообще активно чиновники идут на встречу на местах в Кирове? То есть вы для них люди, которые правда могут помочь им, или те, кого они рассматривают как... Ах, тут опять волонтёры, нужно куда-то их направить. Ну, если говорить вообще о всех волонтёрах, мне кажется, сейчас идёт... Уже давно произошёл переломный момент в том, что... Переосмысление. Да, что волонтёры — это главные помощники, волонтёры — это главные там... Те люди, которые создают настроение на всех мероприятиях, помогают, делают, ну, им отдаётся всё. Вот. А если говорить там о нашем направлении, то каждый конкретный район и каждая ситуация бывает по-разному. То есть всё зависит от тех людей, вообще, мне кажется, от личности человека. То есть... Человеческий фактор, он всё-таки... Да, он никуда не уходит. Иногда приходится пробиваться, иногда всё это... А, вот так, с лёгкостью идём и делаем вместе. А иногда идём и вместе делаем там с органами власти. То есть есть и такие примеры чиновников, да, которые идут и делают вместе. То есть это всё зависит от чиновников. С какими вообще сложностями приходится сталкиваться? И в организационной работе, и в работе вот в полях, когда ходишь, точечно кому-то помогаешь. Ну, мне кажется, что в любом случае всегда можно договориться. Вот я придерживаюсь такого мнения. Конечно, мы иногда встречаемся с непониманием, да, в каких-то административных, так скажем, да, вот, ресурсах. И иногда там люди ещё, несмотря на то, что на сегодняшний день волонтёры, они везде, то есть мы можем даже там в течение этого года, на будущее, то есть волонтёры, это самые активные участники любых федеральных мероприятий, проектов, ну и, соответственно, там региональных. То есть ни одно мероприятие крупное, неважно там в какой отрасли, не происходит без участия волонтёров. Начиная от Олимпиады, условно, там нужно окончить. Да, я тоже почему-то про Олимпиаду сразу подумала. Мария у нас, как и дикого, работала в своё время волонтёром на Олимпиаде. Да, да, ну, волонтёры Конституции, акция «Мы вместе», волонтёры переписи в следующем году, то есть они везде и всюду, это тот ресурс, который привлекается для решения каких-то масштабных и глобальных историй, но и региональных, и муниципальных и так далее. То есть волонтёры сейчас это те люди, которые помогают в решении каких-то социальных таких вот задач. Но ещё не все привыкли, ещё не все умеют работать с волонтёрами, ещё не все понимают, что как бы ресурс-то есть, но с ним нужно правильно обращаться, и обязательно нужно там уметь и разговаривать с волонтёром, и организовать его деятельность, и вообще как бы как сделать так, чтобы волонтёры вот они не разово там пришли и ушли, да, всё время были с тобой. И вот как бы сложность, наверное, организационная именно в том, что не всегда хватает знаний и компетенций людей, которые работают на местах с волонтёрами. Но для этого мы проводим региональные форумы, да, обучаем, для этого есть федеральные сайты добро.ру, что там есть целый добро-университет с огромным количеством видеолекций, которые можно посмотреть, получить сертификат, что ты прошёл обучение, да, там узнать много информации о том, как работать с волонтёрами, что вообще с этим явлением делать, и как сделать так, чтобы волонтёры пришли не один раз, а остались на длительное время. Антон, Дмитрий, у вас какие чаяния есть? Наверное, есть там позиция такая, да, что когда делают заявку на волонтёров на какое-то мероприятие, те, кто заказывают, они не понимают, что хотят вообще. И они делают, нам нужно там 20 волонтёров. Чем они будут заниматься? Да, а мы как там менеджеры, да, вот в этой добровольческой системе, мы понимаем, что нужно чётко сказать, нужен волонтёр там регистрации, например, нужен волонтёр, который будет там навигацией, то есть показывать, вот. А эти люди, они, ну, часто не понимают, и поэтому вот это самая главная проблема. А человек, который идёт на какую-то из позиций, он тоже должен чётко понимать, что он будет делать, чтобы не произошло такого. А вот сейчас ты порегистрировал, а вот тут у нас там пол стал грязный, иди протри. Такого не должно происходить с волонтёром, потому что он изначально идёт на ту работу, которую он выбирает. Другую он не должен делать. И вот эта позиция и федералов, да, и мы сейчас стремимся к тому, чтобы всё... Волонтёр не должен выполнять работу людей, которые получают за это деньги. Ну, вот, как бы, да, то есть... Ну, понятно, да. В любом мероприятии, то есть он не должен заменять их, то есть он должен помогать и делать что-то, ну, как бы, какую-то дополнительную работу, на которую не хватает. Не нужно привлекать волонтёров с целью сэкономить, да, на оплате чего-то труда. Ну, да, да, да. Так, у нас остаётся 6 минут, даже 5 до конца эфира, и несколько мероприятий, про которые мы говорили вначале. Да, ну, во-первых, послезавтра церемония награждения добровольцев акции «Мы вместе» медалями президента. Я уже сказала, это те, кто на самом первом там, да, этапе, когда ещё было всё непонятно и очень страшно, пошли работать. Да, к сожалению, мы не можем в связи с ограничениями провести большое такое... Очень мероприятие. Да, церемонию с очным присутствием всего... Всех людей, которые представлены, так скажем, к награде, да, на сегодняшний день это 198 человек, и поэтому мы как бы такими небольшими партиями, так скажем, да, если можно это слово применить, мы проводим небольшие церемонии с ограниченным количеством людей, и, естественно, их благодарим за их вклад, и, ну, на самом деле неоценимым, как мы уже сегодня говорили, неважно, там, одну заявку ты выполняешь в неделю или каждый день по три, то есть любой вклад на сегодняшний день — это неоценимый вклад вот в, не знаю, в борьбу, да, и вот в помощь людям, которые оказались в сложной ситуации. Помимо этого мы ещё награждаем и участников, и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса Добровольств России, я тоже сегодня о нём уже упоминала, это главный конкурс добровольческой сферы, и у нас есть 18 победителей регионального этапа, мы в этом году достаточно успешно вообще приняли участие, мы это, я имею в виду волонтёры Кировской области, приняли участие в этом конкурсе, 22 полуфиналиста у нас было, и в финал у нас вышла женщина из Уржумского района с историей про то, как мальчик спасал из пожара людей, и она вышла в финал, номинация Доброе дело, и в субботу будут подведены итоги этого Всероссийского конкурса, и мы очень надеемся, что будут по достоинству оценены её, эта история, и ждём результатов в пятницу, в субботу. В субботу, да. Так, 4-5, то есть в пятницу начинается, и в субботу продолжится международный марафон «Мы вместе», в этом году тоже онлайн, это, я так понимаю, что больше всё-таки образовательный марафон, да? Это такой марафон, он сочетает в себе, то есть 36 часов марафона онлайн без перерывов, это и подведение итогов, и образовательные встречи с различными достаточно высокими людьми, да, это и министры, это и представители, и руководители различных общественных организаций, некоммерческих организаций, то есть это все те люди, которые включены в процесс волонтёрский, да, это известные там артисты, певцы, в общем, очень насыщенная программа, 36 часов, там и сериалы о волонтёрстве, это тоже, наверное, такое новое вение, и очень приятно, что появляются такие истории, то есть сериалы о волонтёрах, можно будет посмотреть, познакомиться с этими историями. И форум «Добрая вятка» в это же время. Да, и форум «Добрая вятка» это уже региональный форум, так как в этом году не получилось онлайн организовать этот международный форум, да, в регионах проходят свои мероприятия, у нас это «Добрая вятка», «Вместе мы сможем всё», это образовательная площадка, и мне кажется, что самое главное — это возможность познакомиться с региональными общественными организациями, которые работают в добровольчестве, и найти для себя дело, когда закончится история с коронавирусом, да, можно будет вот как раз определиться с тем, с направлением, да, то есть там будет и «Томсуэрфест», это люди, которые, да, в основном… Реставрация старинных зданий. Да, всё верно, это и помощь животным, и профилактическая работа с подростками, и научная история, в общем, много различных направлений, можно будет познакомиться, все расскажут о себе, о своей деятельности, поучаствовать в занимательном квесте. И на следующий день, 5 декабря, по всей области, во всех муниципальных образованиях пройдёт огромное количество акций и с оказанием адресной помощи, и просто с честованием волонтёров, и благодарением их за их работу, и просто какие-то уроки добра, посвящённые вообще, в принципе, популяризации темы добровольчества и вовлечениям в добровольческую деятельность людей. А сам форум, он тоже будет онлайн, или часть мероприятий всё же? Форум проходит онлайн, а вот акции, которые в рамках полезной программы, часть будет происходить и оффлайн, но, естественно, это всё как бы в зависимости от ситуации, возможностей, от количества людей, в каждом случае смотреть надо. Да, и большая часть, конечно же, будет всё-таки онлайн, к сожалению, но с другой стороны, это тоже возможности, которые расширяются наши, да, и мы понимаем, что если раньше мы бы и не подумали о том, что можно провести акцию там, да, где-то в социальных сетях, то сегодняшний день это прям вот спасение. Это та реальность, в которой мы все живём. Да, закругляться пора нам. Спасибо большое. Наталья Новикова, Антон Рязанов, Дмитрий Машкин были в нашей студии, говорили о волонтёрстве, с наступающим праздником, как мы выяснили, профессиональным. Спасибо большое. Дневной разворот завершается. До свидания.